Вкусная, чистая и честная еда – философия Международной общественной организации Slow Food. Она ориентирована на сохранение местных кулинарных традиций. Чем занимаются участники глобального экологического движения и как стать одним из них, расскажем в следующем сюжете. Свежая, а для вас какая вкусная? Полезная. Натуральная. Полезная, натуральная. Slow Food или по-русски медленная еда – это экологическое движение за сохранение традиционных знаний коренных народов. Философия компании основана на вкусной, чистой и честной пище. Екатерина Королёва, вице-президент организации Slow Food в России, уверена, благодаря этому движению можно и нужно сохранять традиции предков для будущих поколений. Она приехала в Наринмар с Сахалина в гости, но, пользуясь случаем, рассказала жителям Заполярья об этом международном проекте. На мой взгляд, это замечательное движение. И раз в этом движении более миллиона единомышленников сегодня, и если из 86 стран мира этот проект поддерживают коренные народы мира, в том числе и в Российской Федерации, коренные и малочисленные народы Севера, я считаю, что это показательно, что это доказательно. Это говорит о том, что, ну, вот я представитель народов Севера Нивха Сахалинской области, у вас вот ненцы, и люди, которые уважительно относятся и активно работают в этом проекте, и слоу-фуд в России. Я думаю, что это один из инструментов сохранения этноса в целом. Екатерина Алексеевна Нивхи – представитель народа, проживающего на Сахалине. Во всемирный каталог «Ковчег вкуса», который был издан слоу-фуд, вошли традиционные блюда этой народности. Например, мос, изготовленный из ягод и нерпичьего жира. На мини-дегустации, которая прошла во время встречи, можно было попробовать морс из красники, невероятно вкусной мармеладой рыбы. Очень вкусно. Вкусно? У меня что-то похоже на нашу? Ммм, ну, на сёргу точно не похоже. Скорее всего, вот есть ещё рыба, красная горбоша, да? Это блюдо сделано на основе ягод, наших северных ягод, с добавлением ламинарии морских водорослей. Пожалуйста, угощайтесь. Среди участников мероприятия много молодёжи. Ребята с удовольствием участвуют в диалоге. София Вылка пришла на встречу вместе с подругой. В планах – зарегистрировать своё национальное блюдо. Я пришла, чтобы узнать национальные блюда нации, вот эти вот все. И, в общем, меня позвали, потому что подруги на повара-кондитера учатся в ГПТУ. Позвали, чтобы посмотреть. Кстати, в каталоге есть национальные блюда ненцев, но представителей нашего региона в организации пока нет. Слоуфуд считает, что пища тесно взаимосвязана со многими аспектами жизни, включая культуру, политику, сельское хозяйство и окружающую среду. Если действовать сообща при выборе продуктов питания, можно повлиять на то, как выращиваются, производятся и распределяются пища, и в результате добиваться положительных глобальных изменений. Возможно, кто-то сможет подать заявку в «Ковчег вкуса». Это международный каталог. Очень простая заявка подаётся, название продукта. Возможно, на родном языке. Описание, что оно даёт организму. Органическое ли это, допустим, растение. Чем оно ценно. Может быть, оно связано как-то с историей, с традициями. И подаётся заявкой, потом она рассматривается. Я горжусь тем, что в международном каталоге «Ковчег вкуса» два продукта моего этноса, маленького, «Нивхи». «Нивхов» на Сахалине всего 4 тысячи. Еда – это не только топливо для организма, уверены последователи «Слоуфуд». Удовольствие можно и нужно находить во всём. В процессе готовки она может быть вполне медиативным процессом. В эстетике сервировки стола и подаваемых блюд. В общении с семьёй и друзьями во время еды. Она способна рождать позитивные эмоции и чувствовать счастье и гармонию с окружающим миром. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».